добрый день дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача сегодня я продолжаю посев цветов тех которые надо посеять наиболее рано буду сеять виолу вербину и сальвию эти цветы все очень разные и уход за ними потом дальнейшем уже в грунте разница не буду вам рассказывать энциклопедические данные про эти растения а постараюсь коротко остановиться на посеве почему я именно их объединила в один посев потому что эти цветы сеются по одной технологии сейчас вы увидите что именно я имела ввиду размер семян у них примерно одинаковый ну естественно срок посева вот сейчас всех этих растений уже необходимой их срочно высевать срок посева тоже совпадает поэтому сейчас прежде чем приступлю к посеву просто покажу вам какие именно я выбрала для этого сезона эти растения виолы у меня будет три нежных цвета желтая белая из швейцарских гигантов и оранжевая то есть не будет анютаны глазок цветных вот именно хочу такие светлые тона они будут преобладать и мне в этом году на участке не обойдусь и конечно и без ярких пятен которая будет являться сальвия сальвия у меня будет блестящая и скарлетт ярко-красная которая низенькая 25 сантиметров и из вербенок одна из самых любимых моих вербен румба она фактически без серединочки прошлом году я выращивал с белой серединочкой большой а у этой вербенки большие красные соцветия с почти незаметной беленькой серединочкой у всех этих цветочков примерно одинаковый вес ну это и говорит о размере семян примерно одинаково вот виолки у меня по 0 1 грамму сальвия тоже 0 1 грамм а вербенка румба то здесь 005 грамма поэтому у меня два пакетика так как вот вербены разные имеют разную величину семечки я ее уже сажала эту вербену у нее более крупные семена поэтому я взяла два пакетика и сальвии тоже и еще одно сразу скажу общее сходство пасть не посева а потом последующей всхожести этих растений все три эти растения сходят не равномерно и никогда не имеет стопроцентной всхожести и вот пристроиться именно чтобы сделать стопроцентную схожесть здесь не получится если вы хотите стопроцента иметь много таких растений лучше купите запасной пакетик возможно семена немножко старее они уже хуже всходят но всех секретов еще я не раскрыла теперь непосредственно к посеву грунт подходит для всех тот универсальный который я уже за годы выделила для себя именно для цветов повторю еще раз может он первый раз смотрит две части земли садовой две части универсального субстрата на основе торфа с перлитом и одна часть песка ложка золы на литр такой смеси вот такой грунт очень хорошим для фактически для всех цветов грунт как всегда не забываем уплотнять тогда растением будет легче развиваться на ранней стадии слегка не сильно упрессовывая но нужно уплотнить и заранее увлажнить смотрите предыдущих видео до какой влажности надо увлажнять грунт здесь повторять не буду сейчас я на тарелочке разложу все семена чтобы было наглядно видно сколько их здесь мы сразу увидим какой величины наши семечки у виолы самые мелкие получились семянки довольно таки много их здесь сальвия семена самые крупные виола тоже 0,1 грамм напоминаю сальвия тоже 0,1 грамм вот этого столичка семян и вербена румба вот такое количество семян те растения которые всходят неравномерно лучше всегда высаживать рядами я люблю очень в разброс но именно для таких растений делаю исключение чтобы можно было потом видеть где они растут именно поливать там где надо и вот если виолу и сальвию можно будет поливать чтобы они проросли потом оставшиеся семена то вербену как раз лучше не открывать может быть слегка спрыскивать ну лишний полив не нужно я заметила что если ее заливать открыть крышечку одни уже растут а другие ждать то по ним зашли они не взойдут вот такая вербена она привередливая то есть сразу создаем день влажность контейнере все что взойдет все наши а то иди после залива она сходить не хочет по три ряда у меня будет здесь всех растений обязательно мы как всегда смачиваем непосредственно перед посевом этого вот влажности даже тех россии которые не любят лаву влажности грунта перед посевом бояться не надо потому что семена надо обязательно лопнуть семечки и прорасти нужна большая влажность примерно на расстоянии это у меня получается один сантиметр чуть больше пикировать вилку хорошо по несколько сеянцев да и по одному если пикировать где штука места набраться она прекрасно потом растет внутри штучки необычно два три можно и по одному не вырастут но удобнее все-таки по несколько так равными на раскладываем сейчас я точно также разложу все растения и и сальвию и вербену именно в этом нет никакой разницы просто вот смотрим сколько их я на такой маленький контейнер как раз будет три ряда как будет нормальное расстояние где-то на 1 сантиметр вот равномерненько разложила семена и если они там падают не туда куда надо мы их обычно зубочисткой подравниваем и не забываем что очень хорошее должно быть соприкосновение у семян с грунтом чем лучше соприкосновение тем лучше семечка прорастет поэтому мы слегка вдавливаем абсолютно все со всеми семенами так делаем то есть недостаточно просто спрыснуть водой вербену можно не сильно вдавливать так как она вот не любит на начальной стадии сильную влажность но влажность и нужно постоянно пока все не зайдут дальше обязательно надо увлажнить и вот еще один сходный момент для всех этих растений их нужно присыпать сверху легким грунтом именно торфяной один торфяной субстрат я беру не добавляю даже песка обычно добавляют песок но очень тонким слоем то есть присыпать надо но тонким слоем так как у сальве семена самые большие ну можно метра три три ну максимум пять ну если бы это были овощи с таким размером семян мы бы могли спокойно сантиметр сверху грунта присыпать и все было бы хорошо здесь нет здесь небольшой стой вербине ну чисто символически просто чтобы прикрылись семена чтобы она не сильно вот именно семечку долго сбрасывала еле даже можно сказать что этого слоя нет он около одного миллиметра вот такой вот маленький слой должен быть если просто мы вообще не прикроем то они как-то долго семечку сбрасывает хотя вербина вырастает семечку специально снимать не нужно гранул здесь нет она не гранулированы вот так вот чтобы влажность у нее было сверху уже прижимать не надо очень-очень слегка опрыскиваем и виолки тоже семена у нее как будто бы и маленькие в сравнении с предыдущими двумя растениями но прикрыть обязательно нужно чтобы создалась влажность и следующий одинаковый момент который на у этих троих растений они очень хорошо легко пикируются поэтому если у вас будет где-то густая посадка не переживайте они очень хорошо переносит вот эту раннюю пересадку пикирую вот так вот не спеша мы их всех укрыли небольшим слоем грунта небольшая важность дерби не меньше всего влажности но грунт хорошо мокрый под крышечку как всегда теплое место в теплое место для этих растений означает не выше 25 градусов это тоже еще один момент общий для всех троих ни в коем случае не ставьте эти растения на батарею они могут вообще тогда не зайти то есть от 20 до 25 градусов в хорошем лучшем варианте через пять дней они все прорастают но потом оставшиеся прорастают еще до 10 дней но если семенами не повезет но это уже я надеюсь не наш момент нам должно повезти и в этот сезон я надеюсь у всех будет легче чем предыдущий растение будет расти на радость нам и я вам буду в этом помогать буду показывать как будет развиваться мои растения оставайтесь нашим каналом подписывайтесь кто еще не подписался и до новых встреч